Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Давно я вам не снимала видео. Сегодня я хочу снять видео о том, как нужно и обязательно нужно пересадить орхидейку, которую вы купили в самом, даже в цветущем состоянии. Я вам сегодня расскажу, от чего и для чего это нужно сделать. Уже орхидейка, видите, не выходил листочек, а потом он вообще пошел покусанный весь. И тоже вовремя я обработала ее октарой, и он пошел в рост. Как только вредители перестали жевать мою орхидею, орхидея пошла в рост. И вот дала уже цветоносы. Цветоносы тоже были липкие. И цветочки, видите, не завязывались, вот эти с краю, так как были на ней вредители. Сейчас вредители я уничтожила, и вот пошли цветочки, видите, почки цветочные. Также эта орхидейка еще у меня доцветает, она уже почти год цветет. Такая красивая тоша. Видите, уже последний цветочек, и уже вроде бы не будет. Нет, вот пошла в рост, видите. Пошла. Ух ты, еще один цветочек, может, увижу. Но я вам покажу, как можно с этих спящих почек разбудить их, и чтобы ваша орхидейка зацвела заново. Тоша не повреждена. Все у нее в порядке, немножко пыльное. Здесь у меня эксперимент. Я поставила свои орхидейки под красную лампу. Не знаю, что с ними будет. Посмотрим. Две орхидеечки поставила. Тут рассада у меня. Вот фиалочка, вот, например, пустила листочки, аж темные такие. И они на коротких листиках. Значит, света хватает. Если бы они были на длинных чашелистиках, значит, бы не хватало света. А так ей все нормально, все нравится. Вот это растение. Здесь камень у меня растет. Кактус. Здесь тоже. Он зелененькая появляется, новая. Папиронная, по-моему. Или что это такое. На мне ванал, на мне ванал. Уже смотрите, как красиво она принимает красный оттенок. Это отражение, наверное, этого. Лампы. Я постелила фольгу. Утеплитель такой специальный, с той стороны, чтобы отражатель не шел. И вот орхидейку поставила в уголочек. Тоже пускает молодой листик. Наверное, ей все нравится. Значит, будут переводить своих орхидейки, наверное, под лампу. У меня здесь еще наверху есть место. Посмотрим. Рассада уберется. Но рассада еще нигде не взошла. И переведу свои орхидейки под лампу. Это мои реанимашки. Они пускают корешочки. Это будет другое видео. А эти орхидейки просто у меня от солнца. Никаких ламп здесь нет. Ничего. Все нормально. Все пересажены в керамзит. Маленькая орхидейка тоже пошла расти после того, как я ее полила октарой. А принесла я эту гадость. Трипсов. И как вы думаете, где? Я купила по интернету орхидейку себе. И она была как с цветочками со всеми. Такая красивая. Два цветоноса, три цветоноса. Только она переехала ко мне. Все цветы отпали. Но она была восковая. Как они могли отпасть? Не должны были. Она обычно не стрессует восковые орхидеи. И листик с центра не хотел расти. И все. Понятненько. Что-то тут не то. Надо. Получок, кто мне пришел. Надо уже что-то делать. Видите, пупырышки какие-то. Это тоже я покупала. Но я сразу пересадила. Потому что корни бы сгнили моментально. Видите? А так у них корни хорошие. Я эту тоже пересадила. И вот пересадила. Вообще цветущую. И ей ничего не стрессануло. Ничего. Это я зашла в магазин. Купила ВТБ. Продукты смотрю. Красавица стоит. Не могу глаз оторвать. Не больная, не больная. Бог с ней. Перо. Взяла. Пересадила. И ничего не случилось. Не стрессануло. Ничего. А которые пересылают орхидеики. Сразу они стрессуют. Отпадают. И все. Это у меня леодорочка. Она очень прекрасная. Когда солнышко выходит. Айна пахнет. Она тоже куплена по интернету. Видите? Отцвела. Липкие пятна. И я ее обязана пересадить. А почему? Потому что, во-первых, липкие пятна. Это уже какой-то вредитель. Во-вторых. У нее корней очень много. Можно было бы не пересаживать. Но у нее там наверняка есть торфяной стаканчик. Смотрите, какая шея обалденная. Какая орхидея замечательная. Еще и с деткой. Вот видите, детка какая большая. Я ее взяла только из-за этого, что она еще и с деткой. Она в упаковке написана? Леодора. Не вижу. По-моему, не написана. Ну, наша корнюсина. Сейчас будем пересаживать, девочки. Давайте я покажу, как я пересаживаю цветущую орхидейку. И не боясь, что она сбросит свой последний цветочек. Леодора, конечно, револьверное цветение. Ой, посмотрите, что у нее такой. Еще мученистый червец, что ли. Как вы знаете, Леодора имеет револьверное цветение. Поэтому она будет продолжать свои цветения на концах. Тоже ей надо помочь. Что же такое сидит у меня тут? Неужели червец? Скорее всего, да. Вот я и определила с вами. Почему у нее не растут дальше цветоносики. Цветы. Видите? Да. Липкое чудо создание. Его еще очень мало. Я еще вовремя заметила. Поэтому липкие цветочки и все остальное. Сейчас я буду ее вынимать из горшочков. И пересадим ее в керамзит. Так, обжимаем горшочек. Он полностью в корнях. Я бы не вынимала, но... Вы поняли, чего я вынимаю. Мне надо вытащить торпяной стаканчик. Ой, сколько корней. Какая красивая Леодорка моя. Каска. Я должна ее распотрошить. Кому интересно, оставайтесь со мной. Будем разбирать это сказочное корни. Корневище. Это любопытство каждого архамана. Поковыряться в корнях. В корнях поковыряться очень интересно. Желательно ее намочить. Сейчас, что я сделаю, наберу водички. Хотя бы немножко. Чтобы не поломать ей корни из метя, мы их намочим. Они станут более эластичными. Я с бутылки налила воду. И они не будут ломаться так сильно, как сухие корешочки. Они сейчас позеленеют. И моментально начнут выниматься с горшочков. Да, вот посмотрите, на горшке написано, что это Леодора. Вот видите, видно? Леодора, видите? Сорт четко-четко. Люблю такие растения, которые подписывают четко. Сказка просто. Ну давай, девочка моя. Этот корешочек желательно опустить вовнутрь. Тут их срезать нечего. Тут такие шикарные корни. Срезать нечего. Но надо их разобрать. Мне надо добраться до торфяного стаканчика. Потому что, если не вынуть торфяной стаканчик, девчоночки, можно, конечно, ее аккуратненько поливать. Но не всегда получается. Если не вынуть торфяной стаканчик, она постепенно начнет из серединки гнить, гнить, гнить. И вся зачахнет. Это проверено уже. У меня не один год уже были орхидейки. Первые, конечно, орхидеи. Как не знала, как за ними ухаживать. Они у меня гибли, гибли, гибли. А потом я начала покупать тренинмашки, тренироваться на них. И все научилась. И вам расскажу все, что я знаю. Расскажу, покажу. И вы следуйте моим советам. Что-то добавляйте свое. Что-то смотрите у других блогеров. Ну, в основном у меня все получается. Особенно, как размножать их, спасать, наращивать корневую систему. Это все получается. Можно экспериментировать по моему опыту. Смотрите, видите, вот торфяной стаканчик. Его обязательно нужно убрать. Потому что вот эта вся серединка начнет гнить. Она сейчас в хорошем состоянии, в идеальном. Но она может гнить. Конечно, можно посадить ее обратно в эту кору. Но в кору я не люблю сажать. Из-за чего? Из-за того, что она постоянно, ну, долго держит влагу. Это хорошо. Раз. Ну, это неплохо вообще-то. Но все равно, за этого я тоже не люблю. А во втором, в ней заводятся всякие насекомые. Белые эти прыгающие мошки. Подуры. И тому подобное. И кора начинает иметь запах. И третья. В коре еще разводятся грибочки всякие. И начинает прорастать. Это для растений не сильно опасно. Но иногда, когда их много, тоже скажу вам опасно. Земля там окисляется, закисляется. И это тоже приводит к плохим результатам. Лучше всего мои орхидеи любят. И я их люблю, когда они растут у меня в керамвите. Я вам показала до этого в начале, быстрый такой проход по всем орхидеям. Что мои орхидеи все растут в керамвите. Я покупаю обыкновенный керамвит. Сейчас вам все покажу. В пакетиках. Сейчас, 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 сейчас достаю. Самое интересное. Видите? Какая влажность. Смотрите, вот видите, уже грибы начинают прорастать. Белое такое. И она сильно держит этот торф влагу. Уже вот так иногда выжимаешь. Я ее подсушила просто хорошо. И сейчас ничего не выжмется. Но она в очень хорошем состоянии. Смотрите, растущий корешок. Вау! Сказочная детка. Посмотрите. Смотрите, какая детка большая. Я ее даже отделять не буду. Пусть растут вместе. Представляете, как будет интересно? Детка будет цвести. И мамка будет цвести. И какое будет чудо у меня. Я вам покажу, куда я ее посажу. В какую систему. Закрытую, открытую. Их же очень много. В банку даже ставят. Просто в воду ставят. Поливают там раз в неделю. Не, наверное, больше как корни посветлеют, так и поливают. Вот. Звательно распутать эти корни. Вот эти сухие бы обрезать. Они же не нужны уже. Смотрите, какие сухенькие корешочки. Один есть все равно. Но они каждый раз приходят в негодность. По мере своего роста орхидея сбрасывает старые корни, новые наращивает. Видите? Сегодня мы ее просто достали из горшочка. А завтра мы ее пересадим в систему. Потому что я хочу, чтобы она немножко обсохла. Сейчас я обрежу эти сухие корни. Оставлю ее, чтобы она до утра была в таком же состоянии, как и есть. И следующая ведь по утрам вам сниму. Секаторы обязательно надо обрабатывать, потому что неизвестно перед этим, что вырезали и в каком состоянии было у вас растение. Больное, не больное. Я так чуть-чуть перекисью обработала. И теперь мне надо обрезать вот эти сухие корешочки. Я много резать не буду, потому что она идеальная у меня. Кузочка моя. О, смотри, какой корень. Да, сох уже. Он отжил свое. О, вот этот корешочек. Кончик вот этот маленький. Вот этот вот, видите, внутри желтый из-за чего? Из-за того, что сюда не попадали лучи света. Свет попадал вот на эти корешочки. Они у нас зеленые. А тут корешочек желтый. Тут я на изгибе срезала. Этот корень сухой. Я его резать не буду. Я его попробую опустить вниз. Потому что он просто не видел влаги. Смотрите. Я делаю эксперимент. Он желтый. Я его опускаю в водичку. Сейчас посмотрите, как он напьется быстро. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, достаю. Видите? Кончик позеленел. Вот эта часть, где была в воде, она позеленела. А дальше сухенький корешочек. Тоже надо его напоить. Вот эти желтые корни в середине, они отойдут и даже, может быть, позеленеют. Сегодня я даже не буду полоскать корешочки никакие ничем водой, чтобы не спровоцировать гниение этой орхидейки, этой мощной красавицы, этой корневой системы. Это ж просто любоваться можно. Это сказка. Я ее просто возьму перекисью, вот так обработаю всю, потому что я не знаю, в каком месте я резала у нее кончики корней. Надо было усечь. Тут неизвестно, где, в каком месте я резала. Все. И вот так я оставлю ее до утра, эту орхидеечку, мою принцессочку. Она ж так пахнет. У кого есть Леодора, те знают этот запах, этот сказочный аромат. Она на всю квартиру пахнет. Вот эти фласочные листики я вот сняла, не жалею. Видите, они даже желтеть начали. Вот это тоже можно. Зачем они нужны? Я же буду углублять чуть-чуть в землю. Их даже не надо делить пополам. Туда-сюда. Это не надо. Смотрите, еще одна детка растет. Гляньте, люди, посмотрите. Сказка какая. Вау. Оторву я тут листочек. Я неправильно, правда, рву. Я вам покажу потом, как надо рвать. Вы за мной так не повторяйте. Я просто рву, я знаю, как его, в какую сторону тянуть. А вы не повторяйте так. Я вам потом покажу. Смотрите, деточка растет. Какое миленькое создание. Какая она плодовитая. Леодорочка моя. Смотрите, вот какая большая деточка. Может быть, при следующей пересадке я ее пересажу. Эта детка вот цвела, видите. Вот. Цветоносик с нее. Но сейчас я ее пересаживать не буду. Ни в коем случае. А может быть, пусть растут. Я ей куплю большой широкий горшочек. И посажу. И пускай она будет у меня мощным кустом. Такая прекраснейшая. М-м-м, моя лапочка. Любимка. Вот эта вот липкость. Это вся уйдет. Не переживайте. Это моментально. Завтра мы ее пересадим, обработаем. Замачивать никаких фундицидов не будем. Просто обработаем. До утра я ее оставлю в таком состоянии. Все, девочки. Ждем следующего видео. Посмотрите, какая корневая. Это что-то с чем-то. Это сказка. И вторая детка ползет. Третья. Нет, вторая. Мамка. Детка уже взрослая. И еще одна ползет. Вот это, да. Вот это мощный куст. Вот это я бомбу купила. Как они говорят. Бомба, ракета, петарда. Вот это у меня сказочное растение. Всем спасибо за внимание. Приходите завтра. Смотрите продолжение моего видео. Все, как я буду сажать эту бомбу, ракету, петарду. Всем удачи. Всем пока. И будем лечить эти липкие пятна, обрабатывать все. И все спасать мою сказочную орхидею. Дадим ей новую жизнь в новом горшке. В идеальных условиях. Все. Всем пока.